День добрый, проходите пожалуйста. Ну вот, что я хотел вам сказать. Мы планируем 15 числа открываться и сейчас готовимся. Андрей Кирсанов, директор спортивного комплекса «Родина», проводит экскурсию по опустевшему зданию. Раньше здесь кипела жизнь. Дети, идущие на тренировку, родители, тренеры, сейчас в коридорах пусто. Но скоро все вернется на круги своя. Комплекс готовят к приему спортсменов в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Разметили так, чтобы не более двух человек могло одновременно ожидать в этом пространстве. Остальные будут, соответственно, ждать на улице. К открытию комплекс тщательно отмывают и дезинфицируют. Ежедневно в родине протирают ручки дверей, перила, полы и мебель. Не игнорируют даже труднодоступные места. Вот сейчас на заднем плане, там видно, как рабочие монтируют леса. Они будут мыть, санитарно обрабатывать приточную вытяжную вентиляцию. То есть все эти гроба разбираются и промываются. К 15 числу мы планируем запуститься. Чтобы снизить риск заражения, количество посетителей тоже сократят. Из расчета 4 квадратных метра на одного спортсмена. Летом здесь будут заниматься только художественной гимнастикой, так как им проще всего сохранять дистанцию. Но любителям командных видов спорта отчаиваться не стоит. Рядом со Скородиной оборудовали целых 6 площадок для стритбола. Баскетбол 3х3 – отличное решение в текущих условиях. Сейчас рабочие как раз красят и монтируют стойки с кольцами, чтобы к открытию стадиона быть готовыми на все 100. Но некоторые химчане настолько устали от самоизоляции, что протестировали площадки еще до открытия. Например, Анастасия возможности размяться ждала 2 месяца. Очень сложно было. Выкручивались как могли. Дети занимаются теннисом. Вид такой, что дома особо не позанимаешься. Нужно много пространства. Это единственное место вообще в округе у нас. Стенка. И многие приезжают даже из других городов ближних потренироваться здесь. В обычное время только за неделю спортивный комплекс «Родина» посещали более 3 тысяч человек. Сейчас он сможет принять не более 600. Тем не менее, ограничения понемногу снимают, а значит, совсем скоро все смогут жить полноценной жизнью. Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.